МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Авария на магистральной трубе в районе перекрестка проспекта Октябрьского и Академика Харитона, переход с городского на Аргенский водозабор, изменение показателей потребления воды саровчанами. В администрации прошел брифинг, на котором специалисты обозначили официальные причины изменения качества воды в квартирах горожан. Возможно, временное замутнение воды. Объявление с таким содержанием – привычное явление для нашего города. Ржавая и мутная вода все чаще стала течь из кранов саровчан. О своих переживаниях жители активно сообщают в социальных сетях. Для наглядности прилагай фотографии. Сотрудники Горводоканала обозначили три официальные причины проблемы. Первая – аварийная ситуация с запорной арматурой. При проверке запорной арматуры выбил сальник, что привело к затоплению, к катастрофе, в принципе. Ни один абонент не был отключен, поэтому чисто по-технически назвать аварией нельзя. То есть это прецедент, но прецедент очень крупный. Две другие причины – это переход с городского на Аргенский водозабор и изменение показателей потребления воды саровчанами. По состоянию систем Горводоканала на сегодняшний день на участке трубопровода длиной 100 километров. Износ составляет почти 100%. Если быть фантастом, то можно сказать, что если все 200 километров, порядок цифр такой, водопроводных сетей едновременно заменить, то да, может быть, на год, на два, на три, может быть, это поровненно решится. Но это практически нереально. Когда из кранов на кухне и ванной в течение нескольких дней течет мутная или хуже того ржавая вода, у людей возникает закономерный вопрос, а опасна ли она для здоровья и при использовании в быту. Вся эта вода, это наша же хорошая питьевая вода, просто в которой железо из одного содержания перешло в другое и влияет на органолептические свойства. То есть нам смотреть на нее неприятно и пить ее неприятно. Все остальное в этой воде осталось, все тоже, все так же. То есть она не несет с собой никакой эпидемиологической опасности. Сотрудники Горводоканала уверяют, что изменение качества воды в худшую сторону в течение лета происходить не будет. Но это в случае, если не возникнет аварийных ситуаций. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютьюбе. К другим новостям. В городской дозор обратился житель дома номер 17 по улице Шевченко. Саровчанину мешают деревья и кустарники, растущие во дворе. По словам мужчины, зеленые насаждения вызывают аллергию, а их кроны мешают проникновению света в квартиры. С проблемой Саровчанин обращался в различные инстанции, но результаты проведенной проверки его не устроили. Подробности далее. Александру Филькину уже несколько лет мешают деревья, которые растут в его дворе. Один клён, по мнению мужчины, загораживает доступ солнечного света в его квартиру, а другой слишком близко расположен к дому. Один клён расположен, растет, относительно фундамента слишком близко, менее пяти метров, как положено по закону. Его ветви по стене шмыгают, и во время дождя портятся стены, корни разрушают фундамент дома. А мы, жильцы, сейчас являемся хозяевами этого дома. С просьбой перенять меры Александр Филькин обратился в администрацию. Комиссия пришла к выводу, что деревья находятся в удовлетворительном состоянии. Такой ответ мужчину не устроил, и он обратился повторно. Я считаю, что нужно было бы им подойти к этому вопросу правильно, к этому вопросу правильно, и разобраться, или обрезать деревья, как положено. Более кардинально решить проблему предлагает сосед Александр Филькин, Николай Гусев. Несколько лет назад по его просьбе срубили растущую рядом с деревом березу. Теперь же он считает, что надо избавиться от другого вмешающего дерева. Причина у него весомая. Да, которое с торца дерева стоит, оно нам мешает чем, что к нам не проходит в окно нисколько солнечного света. Если бы, конечно, его не было, его единственного, то бы вопрос решался по-другому. Однако не все жильцы согласны с такой точкой зрения. Юлия Дементьева считает, что бороться нужно за каждое дерево. Именно благодаря зелени старый район выгодно отличается от нового. Женщина живет в этом доме с детства и уверена, что все проблемы, о которых рассказали ее соседи, надуманны. Мы против абсолютно, потому что, как вы видели, ничего там по стене не течет. Дерево ничего не разрушает, потому что оно уже выросло. За комментариями о том, как в этой ситуации поступить жителям, мы обратились в администрацию. О том, как будут развиваться события, расскажем в ближайших выпусках новостей. На площади Ленина обновили городскую доску почета. Традиционно ко дню города на ней появляются люди, проявившие себя на профессиональном поприще и достигшие высоких результатов в своем деле. В этом году на центральной площади города появились фотографии саровских медиков, известных спортсменов, военнослужащих, предпринимателей, сотрудников администрации, учителей, педагогов дополнительного образования. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 20 июня с 10 до 12 часов в поликлинике номер 1 прокурор города ответит на вопросы саровчан по доступности, медицинской помощи и лекарственного обеспечения. Прием по личным вопросам пройдет в кабинете 708 по адресу улица Семашка, дом 2. Пять саровских учителей получат гранты за достижения в педагогической деятельности. Грантов президент России удостоены учителя гимназии номер 2 Светланы Калмыковой, Оксаны Маляевой и Светланы Пуховой. Грант-губернатор Нижегородской области получит учитель гимназии номер 2 Наталья Куприянова и учитель лицея номер 15 Наталья Цветкова. В молодежном центре появилась онлайн-оплата услуг плавания в бассейне. Теперь саровчане могут экономить свое время и оплачивать оздоровительное плавание и абонементы на него на сайте учреждения. С нового года стартует онлайн-оплата обучения детей плаванию в группах. За другие спортивные оздоровительные услуги молодежного центра можно будет заплатить через интернет в ближайшее время. Стать зрителем шоу «Мыльных пузырей», увидеть выступления, клон-мим театра «Мерлицы» и пообщаться со сказочными героями. В третий раз саровчане приняли участие в большой программе, посвященной сразу двум праздникам – Дню России и Дню Города. Началось 12 июня с костюмированного велопарада на площади Ленина, который в этом году разделили на два этапа. Участников третьего городского велопарада приветствуют герои спектакля «Красная шапочка» Саровского драматического театра. Лиса, Медведь и Заяц танцуют с ребятами зажигательный танец, разминку и отправляют малышей на старт. В этом году велопарад посвятили Году театра в России. Поэтому в наших предложениях именно звучало то, что должны заезды быть костюмированы. И вообще предполагалось, что участие всех граждан в праздники тем или иным способом будет иметь отношение именно Году театра, карнавал, костюмы и так далее. Фиксики, супергерои, пираты, озорные пчелки и принцессы сели на свои велосипеды и проехали символический круг по площади вокруг памятника Ленину. Маленький Филипп пришел на велопарад в костюме тираннозавра Рекса, героя популярного мультика. Ну, мы до этого ездили на Бегавеле, ну не мы, а Филипп. Вот, и сразу села, поехала, да, четыре года. Это полезно еще, это очень удобно, потому что если они долго идти куда-то, они устают, конечно, в таком возрасте. А на велосипеде всегда весело, правда, Филипп? В первом заезде праздничного велопарада приняли участие воспитанники детских садов и младшие школьники. Юные спортсмены преодолевали дистанцию под чутким контролем родителей. Злата Денисова села на двухколесный велосипед всего пару дней назад. Во-первых, это спорт, во-вторых, это интересно, плюс можно посмотреть и ветер. Когда едешь, ветер, это очень здорово. За самые яркие костюмы участников велопарада наградили памятными призами. После заезда гости праздника их родители увидели шоу мыльных пузырей и выступление клоун-мем театра «Мир лиц». Йога – вид духовной практики, который включает в себя множество направлений. Они укрепляют тело и позволяют достичь гармонии с собой. Одна из наиболее распространенных разновидностей – хатха-йога. Именно с нее и начинают знакомство с древней системой учений. В парке имени Зернова проходит занятие по йоге для мам с детьми от трех месяцев. На одном из таких побывала наша съемочная группа. В больших городах йогу для мам с малышами практикуют уже несколько лет. Этим летом подобные занятия проходят и в парке имени Зернова. Для женщин, которые находятся в декрете, это возможность не только найти единомышленц, но и поправить свое здоровье и восстановиться после родов. То есть это не срочно-срочно похудеть, да, и там накачать попу или еще что-то, а это такие мягкие упражнения, помогающие восстановить таз, восстановить мышцы живота, укрепить мышцы спины, расправить осанку. Ребята по старшему времени занятий могут повторять упражнения за взрослыми, а могут знакомиться и играть на площадке. Совсем маленькие дети выступают в роли снаряда для мам, обеспечивая им дополнительную силовую нагрузку. Также тренировки помогут в укреплении мышечного корсета самого малыша. Мама может предлагать малышам упражнения на баланс, вот это все происходит на руках у мамы, да, то есть не где-то там отдельно, вот. И в комбинации вместе с упражнениями мамиными. То есть и мама занимается, и одновременно у малыша тренируется и вестибулярный аппарат, и какие-то там навыки присаживания, навыки вставания, ползания. А Семельникова сейчас в декретном отпуске. Раньше девушка уже занималась йогой, а сейчас, пока есть возможность, решила приобщить к этому дочь. Во-первых, это хорошее времяпровождение вместе с ребенком, и мама может себе уделить чуточку внимания, чтобы заняться спортом. И ребенок на глазах, и мама занята. Ну и на свежем воздухе это дополнительно полезно для организма. Занятие йогой для мам с малышами проходит на танцевальной площадке парка имени Зернова каждый четверг в 12 часов. Тренировки бесплатные. На них приглашают мам с малышами в возрасте от трех месяцев. Библиотека имени Маяковского объявляет старт всероссийской акции «Комикс-микс. Атомная сборка». Пройдет она во всех городах присутствия Госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Участникам акции предлагается создать комикс на тему истории атомных городов из нескольких изображений, которые отразят специфику города. Подробности далее. Всероссийская акция «Комикс-микс. Атомная сборка» проходит в три этапа. Первый – подготовительный. В нем участникам предстоит собрать литературные основы, сюжетные линии на базе городских легенд и исторических фактов. Потом уже переводят его в формат рисунка. Это уже второй этап. А потом мы будем отправлять координаторам этой акции. Комиксов должно быть, иллюстрации должно быть от трех до пятнадцати изображений. И они могут размещаться не более двух листов формата А4. Проект «Комикс-микс. Атомная сборка» пройдет во всех городах присутствия госкорпорации «Росатом» в рамках программы «Территория культуры Росатома». Инициатором акции стали специалисты библиотеки города Железногорска. Всем, кто любит наш город, кто уважает его историю, культуру, мы активно приглашаем принять участие в акции, всероссийской акции «Комикс-микс. Атомная сборка». Работы будут приниматься в отделе методической и инновационной деятельности библиотеки имени Маяковского с 15 сентября до 10 октября. Более подробную информацию о конкурсе можно посмотреть на сайте библиотеки. Все работы участников опубликуют в книге «Атомные города». Атомный воркаут, силовой экстрим, русский жим и День здоровья в Нев. 12 июня на стадионе «Икар» в рамках празднования Дня России и Дня города прошли сразу несколько соревнований. Сотрудники ядерного центра провели состязания по 10 видам спорта, в том числе сдавали нормативы ГТО. Второй раз в нашем городе прошли соревнования в дисциплине силовое двоеборье. А участники проекта «Атомный воркаут» боролись за право представлять саров в финале спортивного турнира. В три часа дня эстафету праздника принял стадион «Икар». Соревнования стартовали сразу на нескольких площадках. На центральном поле торжественно открыли День здоровья в Ниев. К участникам обратились представители Городской думы и Ядерного центра. Разрешите поздравить вас с этим прекрасным праздником. Праздником Днем здоровья в Ядерном центре. Приветствовали спортсменов и творческие коллективы города. Впервые на городском празднике выступили участники школы танцев «Штормкрю». Они представили хореографический номер с элементами современных танцевальных стилей джаз-фанка, вога и хип-хопа. Это на попури. Так делают обычно на крупнейших чемпионатах, не только в России, но и в мире. Ставят танцевальное шоу, сводят треки разные. Новшеством этого года стал легкоатлетический забег на 1 километр 100 метров с Аровской версты. Маршрут пролегал по улице Зернова и проспекту Музруково. В общей сложности участники пробежали два раза вокруг стадиона. На Дне здоровья каждый мог выбрать себе соревнование по душе и темпераменту. Сергей Уланов отдал предпочтение силовому виду спорта. В роли снаряда гиря весом 16 килограммов. Сергею удалось правой рукой поднять гирю 110 раз. По условиям сегодняшних правил нужно за 2 минуты времени сделать 16-килограммовую гирю, толчок, сделать максимальное количество повторений. Второй раз в нашем городе прошли соревнования в рамках проекта «Атомный воркаут». Участники соревновали в дисциплине силовой двоеборья. Они подтягивались на турнике и отжимались на брусьях. Судьями стали профессиональные спортсмены из Москвы. В этом году очень много молодых ребят было 17-18 лет. В прошлый раз, конечно, были и постарше молодые люди, там 20-25 лет. Помимо обязательных упражнений, спортсмены выполнили показательные выступления, продемонстрировав хорошую физическую форму. Победители первого этапа будут представлять наш город в финале турнира «Атомный воркаут», который пройдет в Глазове 7 сентября. И это все, о чем успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютьюбе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работала Мария Ирунич. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова